У нас был план на игру, мы достаточно неплохо начали в первом тайме, у нас плюс-минус задуманные какие-то мысли, у нас были шансы забить, и понятное дело, что соперник прекрасно почувствовал и понял, что мы в этой игре будем раскрываться, где-то там в первые 15 минут пытался немножко темп игры нам сбивать, потом в таких матчах уже, я не помню, на какой минуте был, во второй половине первого тайма, да, это там уже в любом случае, был обрез, был как бы выход в монтур-атаку, и мы получили гол. К сожалению, это составляющая подобного рода схемы игры, мы прекрасно понимали, что мы обязаны играть высоко, обязаны забивать, ну и получили первый гол, дальше удаление, и можно сказать, что, в принципе, уже после первого гола можно было сказать, что 5 голов в таком матче не отыграть, но хотя бы мы очень хотели, в перерыве, несмотря на то, что надо было 10 человек, мы решили, что мы постараемся этот гол забить, несмотря на то, сколько бы мы не пропустили, мы будем играть выше и будем пытаться забить гол, но вы видите, что этого не произошло, я, в принципе, вынужден, как и в первой игре, признать, что соперник, опять-таки, абсолютно убежден, за счет результата в первом матче, сегодняшний матч, это не так дача, грубо говоря, которая играла бы, если бы играла бы первую игру сегодня здесь, это следствие того результата, который мы имеем, и нам пришлось сегодня играть так, как мы вышли играть, а дальше, еще раз говорю, десятером против команды, которая неплохо контролирует мяч, неплохо убегает в контратаке, то есть это дальше уже было просто, я даже в раздевалке попросил на 3-2-0, ну как, не расстраивайся, мы третий год начинаем, в чемпионате теряем очки в первых турах, я уже думал о чемпионате, я сказал, ну хорошо, уже попали, вы уже все, выйдете, ну просто поиграйте, не смотря на табло, просто давайте попытаемся поиграть, даже десятером, и попытаться забить гол, ну и если вы видели, то даже в этой ситуации, в принципе, моменты были, десятером, не десятером, но это футбол, в данном случае я хочу поздравить команду победителей, соперников с победой, что она прошла дальше абсолютно заслуженно, та дача, которая сегодня есть у нас, она, конечно, в ослабленном составе, и соперник, который столько футболистов не потерял, имел преимущество, чем в принципе воспользовался. Я скажу, что для себя положительный я нашел, вот лично для себя, я абсолютно убежден, что у нас появился хороший нападающий, у нас появился хороший центральный защитник, который в принципе замещает тех футболистов, которые нас покинули по ряду причин, абсолютно там, футбольных и не футбольных. Мы ждем, я видел сегодня ребят, те стартовые 20-30 минут, которые они выдали, я понимаю, что они начинают, несмотря на то, что это новая команда, она достаточно быстро для нас начала понимать, какой футбол я прошу играть. Еще положительный момент для себя, это то, что весь тренерский штаб, Фронзе, серый, я, молодые ребята, которые там есть, по большому у нас нету какого-то там вип-тренера и так далее. Я абсолютно знаю, что эти ребята очень большие усилия приложили, чтобы эта команда так или иначе начинала играть в тот футбол, который мы хотим. Да, у нас есть проблема в стартовом составе, я сейчас как-нибудь решу, нам нужно фактически один-два футболиста. Я вас уверяю, что уже в перерыве меня больше волновал вопрос, как мы сыграем первую игру, как мы сыграем игру вторую шерифом, поэтому я не хочу, я хочу поблагодарить тех ребят, которые первые 30 минут, если бы мы так сыграли в Шкенде и первые 30 минут, так, как сыграли здесь, мы бы не имели этой проблемы, мы бы по-другому вообще играли в футбол, мы бы пытались, мы проиграли бы, может быть, там, 2-1, 1-0, и это было бы совсем другой футбол. Сегодня мы были, ну, как говорить, рабочие крестьянские, мы были приговорены, у нас был шанс, но он был маленький, мы за него пытались зацепиться. И мы прекрасно понимали, что если шанс, ну, хорошо, 1-0 в счет, что нам стать, ясно понять 1-0, ну, мы могли стать, и они стали бы у себя. Ну, это неважно. Я сегодня видел молодых ребят, я выпустил Марочку, выпустил там, ну, Макс Кожакаров вчера получил травму, но все равно 2, если бы можно было заменить 11 футболистов, я бы все 11 заменил, и того же Бурщика выпустил, ребят, которые хотели поиграть, потому что для меня уже было важно то, что будет завтра. Что сегодня закончилось, мне уже было понятно. Что вы хотите предпринимать, чтобы в дальнейшем вы достигли тех результатов, которые... Давайте честно. В прошлом году что мы сделали? 14 игр ни одного поражения, 2 ничьи, все победы. Проиграли по пенальти, 15 за рюкз Кубкова, там тоже проиграли по пенальти. У нас нету вип-тренеров, у нас есть люди, которые за эту команду готовы биться и умирать, я в том числе. У меня сегодня есть другая команда, она изменилась. Я, честно говоря, по качеству футболистов, я не хочу про всех говорить. Про, имеется в виду, команду пришло там 4-5 футболистов. По качеству футболистов, которые пришли, я доволен. Да, мы все видели, что я сделал Андроник, я не хочу сейчас на кого-то спихивать. Мы вышли играть в принципе в 3 нападающих. Я благодарю ту команду, которая со мной стояла, ту часть чемпионата, которая была. И я отдал сегодня слово этой команде, что буду с ней стоять до конца. И клянусь Богом, в этом чемпионате мы ни для кого не будем. Мы будем той дачей, которую вы привыкли видеть. Еще вопросы есть? Да. Вы уже сказали, что как-то при усилии центра пара игроков. Насколько кардинально вы хотели бы менять состав, существующие, чтобы бороться за наилучшую часть? Я же вам сказал на пресс-конференции предыгровой, мы будем выходить и играть в этом чемпионате более расслабленно, на нас не будет давить. Я не ставлю предкоманды себя в задаче. Я прекрасно понимаю, что произошло, что происходит. Я же вам еще раз говорю, вы тоже понимаете, просто вы не хотите так сознаться и людям, которые здесь сидят, надо говорить, да, вот мы вот там туда. Я не буду говорить, я скажу как есть. Я прекрасно понимаю, что делают наши соперники. Соперники. И соперники, которые стали соперником близкими, родственными, погрязли отношения. Я все прекрасно понимаю. Пусть играют в свой футбол. Мы будем выходить и играть в свой футбол. Может быть, если мы всегда говорили, что мы будем выходить вот на задачи чемпионства, да, я и сейчас хочу чемпионства. Но кто не хочет чемпионства? Спикл не хочет? Хочет. Моя задача сегодня создать команду, которая закончит этот чемпионат. Потом у меня будет достаточно большое трансферное длинное окно. У меня что получилось? Команда закончила чемпионат. Ряд футболистов, которые обязаны были остаться, не остались. Что я должен за ними бегать, как за маленькими детьми? Если кто-то из них считает, что я в чем-то виноват, я их жду. Вообще, я в принципе всех жду. Всех, кто так или иначе считает, что мы перед кем-то виноваты. Но я хочу, чтобы было понятно. Мы виноваты только перед теми, кто эту вину заслужил. Если мы о чем-то с кем-то договариваемся, то, к сожалению, некоторые люди, не только в этой стране, не только в футболисты, считают, что если вы что-то пообещали, и я что-то пообещал, то если я свое как бы не выполнил, то вы свое по-любому выполнить должны. Поэтому я говорю, у меня сегодня другая команда. Молодая из моих воспитанников в основном. Сейчас вернулся, бурсук из аренды. Навернулись ребята, которые были. Ничего страшного. Я спокойно с ними этот чемпионат, отстаю. Как бы они плохо не играли, я за этот результат очередной раз вам говорю, я буду ответственен за результат команды в этом году, в этом чемпионате. Я это беру на себя. И сегодня эта команда, которая там была внизу, да, эта команда в принципе, если ее сравнить с той командой, которая была, несмотря на то, что она как бы по именам уступает, эта команда сегодня за этот короткий промежуток времени показала, что она очень восстанчива к каким-то позитивным вещам. Для меня, я уверен, через месяц это будет команда играть всем по другу, по другу в другом. Вы, как всегда, говорите, трансфер на углублении. В этом трансферном окне до 1 сентября мы планируем все-таки два футболиста свои найти. Еще раз говорю, мы прекрасно понимаем, что мы их ищем для того, чтобы у нас по-любому, мы однозначно не рассматриваем ситуацию, что мы не вверх кубках. Мы будем биться, будем выходить. Пускай все остальные тоже хотят с нами биться, слава Богу, у нас сегодня вообще интересно. У нас и воспитание, и мужественность, и характер. Их так стало много, что мы будем прям со всеми выходить с ними биться. Поэтому, в принципе, для себя я буду доволен, если эти молодые ребята. Я вам сейчас сказал, все, вы уже с этого чемпионата уже андер-19 молодые. Удачи андер-19. Мы сняли с дачи два буйка, но мы сделали 19-летнюю команду. Ну, как бы, сейчас делаем ставку на нее. Она тренируется с нашей первой командой. У них есть свой, скажем, своя модель роста и выращивать. Вот они в следующем году, они уже будут молодыми. Моя задача из этих 7-8 молодых 4-5 получить качественного футболиста, чтобы они реально выросли. Я не ставлю других задач. Победы в матчах, да? Пожалуйста. Какие взяли в новом чемпионате? Побеждать в каждом матче. Как во всех чемпионатах. Единственное, что, еще раз говорю, мы, когда ты хочешь стать чемпионом, говорить об этом, просто говорить, не усиляясь, не делая состав. Ну, что здесь произошла, как это, оптовая скупка футболистов и клубов. Оптовики имеют преимущество. Ну, дай Бог, чтобы они им воспользовались. Мы будем играть в свой футбол. То, что им, этим оптовикам, здесь во втором туре легко не будет, чтобы было понятно, кого я называю оптовиками, это я вам гарантирую. Эти молодые пацаны выйдут и могут. За проигрыш, я прошу прощения у всех своих болельщиков, у тех людей, кто реально поддерживает команду, не те, кто там пытаются за спиной что-то сказать. Здесь нет ни одного, кто может стать лицом ничего. Пускай придут, я их жду. Любого. На сайте дачи есть пресс-служба, есть наши контакты. Откройте, пожалуйста, личики. Покажитесь, напишите, приходите, чтобы не было разговоров за нашей спиной, что мы там кого-то обидели, от нас кто-то убежал. Мы там что-то. Нет, мы много чего. Я много в жизни узнал в этом году от человеческих отношений. Я думал, мне в этом году будет 44 года, я думал, что я знаю людей. Не, я не так хорошо это знаю людей. Как бы каждый год ты заново и заново узнаешь новых людей. Мы вынесли тяжелый удар, мы проиграли чемпионат, мы потеряли близких. Слава Богу, не похоронили, но потеряли. Где-то в душе они умерли. Ну, ничего страшного, мы многое всю жизнь прошли. Мы останемся дачей, боеспособной командой. Я вам это обещаю. Всем спасибо еще раз. Да? Да. Любая команда может стать чемпионом Молдовы. Я просто хотел бы, чтобы ребята из Шкендии поняли. Та команда, которая боролась за чемпионство в Молдове и та команда, которую видели сегодня, это разные команды. Это молодая команда, которая собралась. Если бы Дача сохранила так, как Шкендия своих футболистов, другой был бы разговор. Но Шкендия боролась бы за призовые места, я вам скажу так. Даже если бы осталась команда, она бы боролась за призовые места. Боролась бы за чемпионство, могла бы играть за чемпионство.